всем привет дорогие друзья сегодня в своем видео я хочу показать вам и рассказать как я сделал красивую декоративную фактурную штукатурку такую которую сверху покрыл первомутровой такой декоративной штукатуркой самодостаточной вельвет вот это аналог аточента есть китайский шелк есть дамаска почему по-разному называют такие штукатурки вот их делают сами по себе то есть независимые они но я решил покрыть сделать фактуру потом покрыть сверху вот эту фактуру такой вот перамутровой краской вот потом я сделал разводы и получилась такая красивая поверхность так поехали как я это делал всем все подробно расскажу я использовал в качестве фактуры ну вот материал я убрал обычную шпаклевку готовую в ведрах она очень крепкая при высыхании у нее края достаточно крепкие поэтому я с ней работа на эластичная очень вот и методом торцевания я вот наношу на стену набираю на шпатель себе немного материала и потихонечку потихонечку наношу на стену я буду носить такую мелкую фактурку поэтому я стараюсь немножечко набирать и вот так слегка шпателем дотрагиваясь к стене у меня создается такая небольшая фактурка которую впоследствии я буду пригваживать чтобы она была равномерно старайтесь точечно и не сильно набирая на шпатель если много наберете будет у вас такие большие лямбы которые впоследствии ну в общем будут выделяться и пока мне будет равномерная красивая фактура да кстати я вот заранее уже погрунтовал поверхность с кварцевым песком вот у меня темный такой грунт будет это шпаклевка у меня белого цвета я не тонировал хотя вы можете затонировать допустим вот но так как я уже делал образец я знаю что у меня декоративная сверху этот вельвет он перекроет цвет белый прикроет темный цвет и у меня все будет однородно и красиво но тем не менее вот темный цвет моей грунтовки с кварцевым песком он немного будет выделяться от основной фактуры он будет немножечко темнее поэтому я утонирую такой серый цвет все те нашу небольшие участки кстати старайтесь вот когда вы наносите там сделали метр-два зависимости от вашей стены зависимости от того как она впитывает влагу вы проверяете и потом сделали какой-то объем там метр-два пройдитесь шпателем сравняйте верхушку потому что если материал высохнет вы вам будет очень тяжело сравнивать все вот и медленно 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 уверенно наносите материал на стену техника достаточно простая не сложно в принципе любой человек любой начинающий мастер даже не мастера домохозяин домохозяйка может дома такое спокойно себе сделать главное желание да можете проверять вот допустим я рукой беру потому сколько я минут 10-15 наносил она уже практически не подсыхает немножко берется но все равно то есть она еще у меня не сухая со мной главное все и я вот стараюсь медленно лягонечко проходить по верхушкам сглаживая их если здесь вы придавите то верхушки просто у вас по поверхности растянутся и все и против такая вот каша месиво поэтому старайтесь очень легонечко так проходится по верхушечкам не допускайте сильного сильного нажима на поверхность все подровняли и пошли дальше работать это очень такой простой примитивный способ нанесения декоративной штукатурки его сюда очень легко реставрировать можно то если мы даже я вам скажу так что если вы ну устали и хотите покурить или там выйти попить кофе вы можете сделать там какой-то там объем там два полметра три метра пол стены главное пройтись по верхушкам сравнять все пошли попили кофе через два часа вернулись и продолжили свою работу все приставок у меня поверхность подсохла все я беру наждачную бумагу и прошкуриваю всю поверхность я убираю заусенец все острые места все прошу поверхность когда проводишь рукой она была гладкая посылок я прошкурил я убрал пыль и беру грунтовку обычную жидкую грунтовку глубоко проникающую и всю поверхность грунтую я делаю это кисточкой потому что я равномерно вижу как у меня наносится грунтовка все приставок у меня грунт подсох я беру краску краску подложку в обычную эмальсионную краску хорошую то есть краска на которую ложится сверху вот этот вельвет вельвет и жарю там бархат или там аточента что вы там будете делать вот заранее у продавителя узнаете какой материал какую краску вот он использует подложку чтобы у меня краска подсох вот у меня этот вельвет мой к первому утрого декоративная штукатурка краска все я беру валик и наношу на поверхность здесь начнется самое интересное то есть вот вы смотрите ну как воспитывается этот эта краска чтобы допустим не допустить высыхание краски то есть я сделал там два-три метра валиками работаю быстро вы можете работать в разном направлении хотим валиком потому что потом вы прибудете приваривать шпателем все то я сделаю определенный объем все я прохожу шпателем в разных направлениях потом верхушечки эти будут светиться под разным углом смотрите в одну сторону начинает играть в другую сторону по другому играет все у меня там сделала шпателем какой-то объем все беру валик и продолжает дальше работать все опять прошел шпателем опять продолжаю работать очень просто очень красиво смотрится замечательно вот такая у меня получилась поверхность вот так она смотрится у меня красиво вот так он немножко переливается здесь кстати камера не очень хорошо передавала но тем не менее смотрится достаточно красиво ребят если вам понравилось видео подписывайтесь на канал обязательно чтобы не пропустить интересное буду рад вас видеть на следующих моих видео уроках мастер классах на моих объектах где я делаю задавайте вопросы с удовольствием на них отвечу все до новых встреч пока